Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Двухлетний экспрессивный брюнет с мощным голосом. Название Манескин переводится с датского языка как «Лудный свет», хотя по признанию самих участников никакого особого значения для группы эти слова не имеют. В состав команды входит четверо молодых людей. Вокалист Давид Дамиана, бас-гитаристка Виктория де Анжелес, она наполовину датчанка, благодаря которой и появился на свет название группы. Гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Таркио. Виктория и Итан родились в 2000 году, Томас в 2001. Трое ребят знакомы еще со времен учебы в средней школе, только барабанщик был найден по объявлению в соцсетях. Первыми шагами на тернистом пути к славе для молодых людей стали выступления на улицах Рима, а позже они записали свою собственную песню. С ней и выступили на конкурсе начинающих групп Pulse, что стало поворотной вехой в их карьере. В 17-м был выпущен их дебютный сингл Chosen, который занял второе место в итальянском чате синглов. В этом же году музыканты стали участниками итальянского конкурса талантов X-Factor, где они заняли второе место. После этого к группе начали проявлять повышенный интерес, и в 18-м коллектив выпустил свой первый итальяноязычный сингл, который также имел невероятный успех. Напомним, что коллектив Maneskin выступал на Евровидении 2021 года с песней Zitia Bujoni, что в переводе означает «тихий и смирный». Она была исполнена на родном итальянском языке. В ней поется о людях, которые отличаются от остальных и не хотят быть такими, как все, поэтому часто остаются одинокими и непонятными. Было видно, что группа нашла свою стихию, и ребята наслаждаются тем, что делают. Яркий и дерзкий Дамиана наверняка завоевал не один миллион женских сердец во время своего выступления на конкурсе. Выступая на Европейском песенном конкурсе, Maneskin попали в неловкое положение. Участников группы заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Во время эфира зрители заметили, что один из музыкантов странно склонился над столиком в ВИП-ложе. Люди подумали, что он нюхает. Во время пресс-конференции участникам коллектива пришлось объяснять, чем они занимались. Оказалось, что музыканты смотрели под стол, потому что один из них разбил бокал. Дамиана Давид заявила, что в группе нет наркоманов.